Всем привет! Сегодня я начинаю серию роликов про то, как я худею. Мне 40 лет и 2 года назад я родила второго ребенка и набрала целых лишних 20 килограмм. Сейчас я взвешусь. Посмотрим, сколько я вешу. Исходя из этого, назову число килограммов, которые я хочу сбросить. Так, 86 килограмм. Я хочу 66. Значит, мне нужно будет сбросить 20 килограмм. Вообще у меня довольно-таки большой опыт похудения, потому что после рождения первого ребенка я тоже набрала довольно-таки много веса. Я и на кремлевской диете сидела, и спортом занималась. Ну, в общем-то, да, я действительно худела. Но этот раз я уже, исходя из своего опыта, буду делать каждый день два вида гимнастик. Каждая гимнастика дыхательная. Ну и, соответственно, изменю режим питания. Исключу все продукты, которые содержат легкоусваиваемые углеводы. Буду налегать на овощи, фрукты, каши. Ну и, конечно, никуда не денемся без мяса и рыбы. Сейчас я вам покажу ту гимнастику, которую я буду делать ежедневно. Называется она «Оковозрождение». Эта гимнастика укрепляет не только тело, но также еще и дух. Если вы желаете подробно ознакомиться с ней, то в интернете просто набираете «Оковозрождение», там все подробненько напишут и расскажут вам. Итак, а сейчас я покажу непосредственно те упражнения, которые я буду делать. Их всего пять. Первое упражнение – это вращение. Вращение по часовой стрелке. Упражнения все делать нужно нечетное количество раз. и начинать с такого количества, как ваш организм может выдержать. Ну вот я буду делать 11 раз, а сейчас, конечно, я не буду столько раз делать. Я просто, чтобы показать, буду по 7 раз делать. Итак, вращение по часовой стрелке 7 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все упражнения выполняются строго определенной последовательности. Следующее упражнение, которое я буду делать, здесь уже подключается правильное дыхание. Это упражнение делается лежа. Все вообще следующие упражнения начинаются с того, что осуществляется выдох. А на вдохе начинается уже непосредственно само упражнение. Итак, ложимся на пол. Это упражнение лучше делать на голом полу, без всяких подкладок там. Потому что здесь ладони будут помогать делать это упражнение. Она довольно-таки сложная для тех, у кого слабый пресс. Итак, ложимся на пол. Я выполняю выдох, а на вдохе поднимаю голову и ноги вверх. Все. Следующее упражнение выполняется на коленях. Итак, встаем на носочки, выпрямляемся, руки кладем на ягодицы, делаем как обычно, выдох, а на вдохе отклоняемся назад, но не так вот отклоняемся назад, ноги остаются прямыми, а разворачиваем плечи и голову закидываем назад. Итак, 7 раз делала. Следующее упражнение для меня почему-то оно самое тяжелое, мне кажется, что так я некрасиво его делаю и все время как-то напрягаюсь, когда я делаю именно это упражнение. Итак, сели прямо, руки положили вдоль туловища, рядом, руки никуда не двигаются по ходу выполнения всех упражнений. Делаем выдох, на вдохе я встаю, запрокидываю голову, выдыхаю, опять сажусь. Так, как это будет выглядеть. Семь раз. Это четвертое упражнение было, и следующее, пятое упражнение, если кто когда-то занимался йогой, то делали это упражнение, оно довольно-таки легкое, и выполняем следующим образом. Итак, на выдохе встаем в стойку, на вдохе выполняем упражнение. Не так, выдох. Ну вот и все. Пять упражнений выполнены, затем рекомендуется лечь, расслабиться и полежать, подумать о приятном. Чем мне нравится эта гимнастика, тем, что на нее затрачивается очень мало времени, и она довольно-таки проста в исполнении. И дальше, по мере того, как я буду делать эту гимнастику, я повторю, что это будет делать каждый день, нужно будет увеличивать количество подходов. Это должно быть нечетное количество раз. Если я делаю сейчас 11 раз, то через неделю я начну делать уже 13 раз. И так нужно будет довести до 27 раз. Конечно, с дальнейшим зарядкой будут занимать больше времени. Это вот первый комплекс упражнений, который я буду делать. Второй комплекс упражнений я покажу в следующей серии. И заодно мы посмотрим, что изменилось в моем весе, похудел я или нет. Пока-пока, до новых встреч!